Стихотворный размер показывает, какой именно ритмический рисунок у стихотворения И здесь я вам уже рассказала, что мы с вами изучаем только сила-ботаническую систему стихосложения Из всего остального вам нужно знать только акцентный стих Маяковского Я вот, например, ещё ни разу не видела даже, чтобы спрашивали про белый стих или про верлибр Хотя, кстати, вот эти термины, они тоже есть в квалификаторе Но почему-то пока ни разу не спрашивали Чаще всего вот иногда-иногда, когда попадается Майковский, а эта редкость, спрашивают про акцентный стих И практически всегда спрашивают про размер стихотворения Это вот эта штучка Она намного проще, чем всё остальное У нас есть двусложные и трёхсложные размеры Это как раз-таки те интервалы, вот те интервалы, про которые спрашивала Бриджит Двусложные размеры Это когда у нас один ударный сильный слог собирает рядом с собой только один безударный Трёхсложные размеры Это когда один ударный слог собирает рядом с собой два слабых безударных слога И тут у нас уже есть разные размеры И мы смотрим на то, а где стоит ударный слог Вот, например, в двухсложных размерах у нас всего два варианта Либо ударный слог идёт в начале, а потом идёт безударный Либо сначала идёт безударный, а потом ударный слог Отсюда два названия Хорей и Ямп Трёхсложный размер Дактиль Когда у нас в начале стопы идёт ударный слог, потом два безударных Амфибрахи, когда ударный идёт посередине, он стоит между двумя безударными А напист, когда ударный идёт в самом конце, и потом идут два безударных Точнее, в начале идут два безударных И это всё рисунок одной стопы Мы с вами в тот раз обсуждали, что такое стопа Если кому-то мешает чатик, вы можете его закрывать, в принципе, у себя Я на экране его выключаю, чтобы, ребят, в записи было удобнее смотреть Что такое стопа? Стопа – это вот как раз-таки про то, как ударный слог собирает рядом с собой безударные Вы, когда определяете стихотворный размер, вы рисуете ритмический рисунок одной строчки стихотворения И вы расставляете ударные Вы расставляете ударения, подчёркиваете безударные Ну, вот эту всю инструкцию я вам расскажу сейчас чуть позже И в итоге у вас получается вот такой вот рисунок Вы определяете стихотворный размер, вы делаете ритмический рисунок строчки У вас получается вот это вот Я вас сейчас научу рисовать вот такой вот рисунок, чтобы это было правильно и безошибочно И ваша задача – посмотреть вот на эту стопу Вот как раз-таки на ритмический рисунок одной стопы Посмотреть, что там вы видите, и поэтому определить стихотворный размер Вот здесь, например, видно, что у нас идёт ударный слог, а потом один безударный Мы вспоминаем, что у нас есть, какие у нас есть варианты Ага, это двусложный размер точно И если у нас вначале идёт ударный слог, то это хорей Да, Никита, это отсылка к игре в кальмары Пока что заметила только одна девчонка в тот раз на вебинаре И ты Окей Вот у нас есть такое огромное количество Ну ладно, не огромное количество, но вот пять у нас размеров Их нужно как-то запомнить Запомнить легко есть несколько лайфхаков Для двух сложных размеров Там всего два варианта, поэтому лайфхак один Буква Х по алфавиту идёт раньше, чем я А я – она последняя буква в алфавите Поэтому хорей – это когда ударный идёт в начале А я – когда ударный слог идёт в конце Потому что я – последняя буква в алфавите Дима, по-моему, не ты тогда просто заметил на вебинаре Мне казалось, что кто-то ещё Трёхсложные размеры Здесь вы можете использовать кодовое слово «дама» Дактиль, амфибрахия, анапист Д – дактиль, амфибрахий, а – анапист Теперь давайте с вами перейдём к пошаговой инструкции Определения стихотворного размера Сейчас вот будем рисовать У кого распечатан скрипт, рисуйте вместе со мной прям по порядку Так, ну какой мне выбрать? Ну ладно, пускай… Нет, я сейчас хочу выбрать красный цвет Это будет красный цвет, всё, погнали Во-первых, наша задача – определить количество слогов в строчке Для этого мы выделяем все гласные буквы Потому что, ну, гласная буква, она образует один слог Дальше Мы расставляем родные ударения в словах Вот просто те ударения, которые идут вот просто в этих словах Белеет Парус Одинокой Затем мы расставляем ритмические ударения Что это вообще такое? У нас есть родные ударения в словах Ну, то есть в одном слове одно ударение, понятно Но когда это слово, любое слово вообще, попадает в стихотворение У него, ну, может образовываться ещё одно ударение Вы наверняка сталкивались с ситуацией, когда вы читаете стихотворение И вы… и там есть какое-то слово, которое в жизни вы произносите с одним ударением А на самом деле тут вы читаете его с другим ударением Скажите, у вас наверняка такое было? Или же, когда вы читаете стихотворение, у вас в одном слове может быть два ударения Тут есть разные варианты Либо оно перемещается в слове куда-то, в другое место Либо в слово добавляется ещё одно ударение И тут мы, соответственно, сталкиваемся с тем, что ритмические ударения появляются, когда слово попадает в стихотворение Потому что у стихотворения есть ритм, и для того, чтобы его выдерживать Ну, в общем, появляются новые ударные слоги Вот давайте посмотрим на эту строчку Белеет парус одинокой То есть я читаю, и я делаю ударение ещё вот на эту букву О Хотя, понятное дело, что одинокой, если бы я просто сказала это слово в жизни Ударение было бы одно Вот на вторую букву О Тем не менее, здесь у нас появилось ритмическое ударение Затем мы составляем схемку Смотрим на периодичность ударений И определяем размер Нам нужно посмотреть, какой у нас вообще здесь ритм вырисовывается Давайте я нарисую отдельно У нас сначала идёт безударный, потом идёт ударный Потом идёт безударный Потом идёт ударный Потом безударный Потом ударный слог Затем безударный И затем ударный И в конце ещё безударный Мы видим, что у нас здесь создаётся ритмический рисунок Безударный, ударный, безударный, ударный Безударный, ударный, безударный, ударный Ну, в конце всегда что-то одно остаётся, это нормально. Мы смотрим на начало. Из этого мы видим, что у нас вот такой вот рисунок стопы. Да, что один ударный слог собирает рядом с собой только один безударный слог. Мы смотрим, что у нас здесь сначала идёт безударный, потом ударный, и вспоминаем, что это у нас какой размер? Вот Аня уже правильно пишет. Да, у нас размер ямп, супер, потому что это двусложный размер. Скажите на данный момент, всё ли вам понятно? Или есть какие-то вопросы? Желательно прямо задавать вопросы, чтобы я могла ответить. Вижу, да, вижу, что вы тоже определяете, супер. Пока хорошо идём, нормально, едет. Это не может быть амфибрахием, потому что у нас здесь один ударный слог собирает рядом с собой один безударный. Если бы у нас здесь стоял ещё один безударный, то мы бы увидели, что там между двумя ударными слогами два безударных, мы бы задумались, скорее всего, это трёхсложный размер. И тогда бы уже двигались по-другому. Хорошо. Давайте так. Здесь есть хорошие вопросы. Как отличить двусложный от трёхсложного? Двусложный размер, опять же, собирает рядом с собой только один слог. Видите, здесь есть, вот опять же, между двумя ударными слогами только один безударный. Это значит двусложный. Что в схеме делать с ритмическим ударением? Я его поставила. Ну, то есть, я вот как раз-таки определила, что, ага, тут есть ритмическое ударение, и в итоге я его здесь нарисовала. Мы смотрим... Вот хороший вопрос от Slowly Cat. Мы, получается, смотрим по общей картине, а не по каждому слову. Да. Мы смотрим по общей картине. Это очень-очень важно. Считайте, что для вас здесь нет разных слов. Как будто это всё вообще одно слово. И вы смотрите просто на всю строчку нон-стопом, как будто вот идут все эти буквы друг за другом. Вот. Артём спрашивает, чтобы определить ритмическое ударение, нужно просто выразительно прочесть строчку? Да. На самом деле, у кого есть музыкальное образование, кстати, отпишитесь, кто там, не знаю, умеет играть на фортепиано, на гитаре, кто учился с альфеджио, но не умеет ни на чём играть. Это я, привет. Вот. Если у вас есть вообще какое-то музыкальное образование или слух, вы вообще, скорее всего, не будете рисовать никакие схемки. Я, например, их не рисую. И как это ещё можно делать? Вам нужно про себя прочитать, ну или тихонько, тихонечко, знаете, прочитать строчку и отбить ритм. Белеет парус одинокой в тумане моря голубом. Вот, когда вы начинаете выделять интонационно каждый слог, вы слышите, какой ударный, какой безударный, и вы видите, ну, то есть, вы видите уже определённый ритм. Мы сейчас с вами ещё потренируемся. Это называется скандирование. Мы с вами сейчас потренируемся. Я 7 лет окончила на фортепиано, красавчик. Вижу, да-да-да-да, что у кого-то есть музыкальное образование, это очень круто. Хорошо. Я вам сейчас расскажу, как... Ну, в общем, мы ещё вернёмся к определению ритмического ударения. Покажу, как скандировать. И если, допустим, кто-то не очень это хорошо понимает, не очень слышит, ну, потому что у кого-то, правда, лучше развитое ощущение ритма, у кого-то хуже, это нормально. Скорее всего, у вас есть, ну, вот, как раз время, чтобы развить это. Потому что так, на самом деле, реально очень удобно, и стихотворный размер определяется просто за 5 секунд. А теперь на этом не заканчивается пошаговая инструкция. У нас есть ещё один очень важный пункт. Нам нужно проверить другие размеры и попробовать наложить на нашу схемку, вообще на нашу строчку, другие схемы. Ну, например, давайте я сейчас вот всё это удалю. Я определила стихотворный размер, что это, ну, увидела, что это ямп, но я, например, не уверена, потому что я знаю, что у меня не очень хорошо получается определять стихотворные размеры. Что в таком случае я делаю? Просто проверяю другое. У нас это ямп, давайте проверим хорей. Как мы рисуем хорей? Начинается всё с ударного слога. Ударный, потом безударный, потом ударный, потом безударный, потом ударный, безударный, ударный, безударный, ударный. И я пытаюсь это прочитать. Белее ед по русу одинокой. Ну, что-то вообще не то. Важно, что должны сохраняться родные ударения в словах. Иногда оно меняется, родное ударение, но это прям вот редкость-редкость. А родные ударения всё-таки должны оставаться. Да, вы слышите, что что-то здесь не так. Теперь давайте попробуем... Вот здесь был вариант, кто-то написал, кажется, здесь амфибрахий. Давайте попробуем наложить здесь амфибрахий. Амфибрахий — это когда у нас... Это трёхсложный размер. У нас сначала идёт безударный, потом ударный, потом безударный. Снова безударный, ударный, безударный. Безударный, ударный, безударный. И я пытаюсь прочитать. Белеет парус одинокой. У нас, во-первых, изменилось ударение в слове парус, и вы явно не так читаете это стихотворение. И в итоге всё равно выглядит как-то очень странно. Продолжение следует...